Всем привет! Сегодня хочу рассказать о тепловизоре FLIR-E4. Заострять внимания на комплектации не буду, скажу лишь одну. Батарея в комплекте одна, заряжается она через microUSB-порт от входящего в комплект зарядного устройства, либо же от компьютера через microUSB. Тепловизор имеет разрешение 80х60 точек для инфракрасной камеры и 640х480 в формате VGA для дополнительной видеокамеры. Стоимость данной модели сопоставима с стоимостью телефонов iPhone устройства, поэтому является достаточно доступным устройством для специалистов, которые в нем нуждаются. Кроме двух камер, то есть дополнительной видеокамеры и непосредственно самой термокамеры, никаких дополнительных функций у тепловизора нет. Единственное, в этом случае он проигрывает от тепловизора RG-K, по-моему, имеющего встроенные фонари, имеющий встроенный лазерный указатель. Но интерес у меня к данной камере E4 возник из-за ее возможности хака. На англоязычных интернет-ресурсах товарищи, разбирающиеся в таких вопросах, выложили инструкции, как расширить кондиционал данной камеры. Дозначно несложные процедуры для тех людей, которые свободно владеют компьютером и могут оперировать с командной строкой. То есть операция занимает буквально 10-15-20 минут, это уже учитывая поиск информации и скачивание ее. Но особо сложного ничего там нет. После данных манипуляций камера получает разрешение 320 на 240 пикселей для инфракрасной камеры, получает расширенное меню, позволяющие непосредственно в процессе обследования уже делать какие-то выводы, искать горячие и холодные точки, получают расширенные возможности визуализации. То есть это получается уже картинка в картинке, получается наложение инфракрасного изображения с заданной прозрачностью на видеоизображении. Также сохраняется функция MSX, присутствующая в базовой комплектации. Немножко хочу рассказать о расширении возможностей данной камеры и подтягивании за уши, заката через закат солнца вручную к более дорогим моделям, позволяющим немножко удобнее производить анализ и коммуникации. Компания FLIR предлагает мобильное приложение FLIRTUS Mobile, в котором можно производить анализ снимков инфракрасных. В принципе, по функционалу ненамного отстает от PC-версии FLIRTUS. Единственное, что, конечно, на компьютере это делать удобнее, но все-таки мобильное устройство остается мобильным и является совсем другого класса устройством. Компания FLIR решила лишить пользователей камер серии E такой возможности напрямую импортировать изображение с камеры в приложение FLIRTUS Mobile. Но это обходится достаточно просто. Для этого необходимо подключить тепловизор к смартфону, имеющему USB-хост. Подключение производится с помощью обычного ОТВ-кабеля. По сути, при подключении тепловизора к компьютеру или к телефону воспринимается тепловизор как внешний USB-накопитель. Через проводник я пользуюсь ES-проводником. Можно скопировать изображение из тепловизора в требуемого прохода и в дальнейшем открывать для обработки программным обеспечением FLIRTUS. То есть открывается без проблем, производятся все необходимые манипуляции после того, что готовится предварительный инчет. И непосредственно уже можно с места обследования отправить через электронную почту либо другие какие-то приложения лицам, которые заинтересованы в быстром получении информации. Пойдя немножко дальше, перекопав практически все предложения, присутствующие в плей-маркете, у меня появилась возможность делать запись видео с тепловизора непосредственно на мобильное устройство. Единственное, что ограничение следующее. Камера должна иметь разрешение 320 на 240. С другими разрешениями приложение не работает. Поэтому камеру необходимо предварительно пролечить. Второй момент. Данное приложение не работает с версиями Android ниже, чем 4.3. У меня в наличии было 3 устройства. То есть, взято там у жены, у отца, где-то еще в дебрях планшет какой-то валяется. То есть, на всех версиях Android 4, она там 4.0, 4.2, 4.1. Ни на одном этом устройстве приложение USB webcam не заработало. Но, кому надо, тут, скажем так, возможно, найдет дополнительный выход. Ну, возможность такая есть с определенными ограничениями, но, тем не менее. Всем спасибо за просмотр. Покупайте тепловизоры, используйте их в своей работе, делайте свою работу быстро и качественно.